Спасибо. Меня зовут Дима Никеев, я работаю проектировщиком компании «Юнизайн Групп». Мы проектируем сервисы, приложения и прочие интересные вещи. На самом деле, проектирую лучше, чем говорю, так что простите меня, если что. Вообще, я очень хорошо познал на себе действие третьего закона «Артроф Парка», который нам говорит, что любая достаточно развитая технология, не включим от магии. Познал на тот момент, когда мне пришел вот этот контроллер «ЛИП». Я его даже взял с собой. Вот он. Идея его очень проста. Он распознает движение рук, пальцев, всяких палочек с достаточно большой точностью, что позволяет нам управлять картинкой на экране. Давайте же с вами попробуем. И, собственно, по этой причине я решил поизучать вообще, что вообще бывает на рынке, что существует. И я начал с того, что начал искать определение, что же такое естественный интерфейсик. Интерфейсик на самом деле много. Все они одно забывают другого. Но самое крутое предъявление был уже простым. Он говорит, что интерфейс является естественным. Если пользователю совсем надо объяснять, как он пользуется. Давайте коротенько посмотрим, как развивались интерфейсы, что отваливалось, что умирало и что выставало. Изначально не очень хорошо видно, конечно, там на самом деле есть стрелочка. Изначально компьютерные интерфейсы, ну те, которые можно посмотреть, те, которые в прошлом проектировались, это первый был интерфейс командной строки, потом появились графические интерфейсы, с которыми мы сейчас работаем. И все-таки пришел к естественному интерфейсу, натуральным интерфейсам, а интерфейс командной строки, наверное, все с ним возились, в 90-х, порой еще когда-то. А для того, чтобы им пользоваться, надо учиться, надо тратить кучу времени, но между тем мы можем удавать компьютеру команды, и эти интерфейсы командной строки никто не теряется, не используются в тех навыках. Мы пишем ход, который интерпретируется в машине, мы верстаем и так далее. Сейчас мы с вами работаем с графическими интерфейсами, которые построены в первую очередь в метафорах еще и в реальном мире, всякие кнопочки, переключатели, таблички и прочие дела. И для того, чтобы им пользоваться, нам все-таки нужно как-то для обучения. А интерфейс вертически работает очень хорошо тогда, когда у нас с вами едут в мерное пространство, когда нам будет все что-то из реального, что находится в плоскости. То есть, например, всякие таблички, тексты. Но как только мы выходим в пространство трехмерное, у нас начинаются дикие проблемы. Например, в данном примере нам нужно вести одновременно автомобиль, смотреть, куда ехать. Мы можем заниматься каждый раз чем-то одним. В каждом момент времени область внимания. Мы помним про него. И следующий пример — это когда нам нужна трехмерная моделька. Тут нам нужно напрягать мозг, работать с абстракциями, с семьями, с какой-то уже двухмерной картинкой, которая в проекте получается. А что же мы имеем в естественных интерфейсах? Естественный интерфейс отличается от всех тем, что мы напрямую мониторируем объектом, и нам не нужно включиться для того, чтобы играть. И тем, конечно, мы не привыкли, то есть мы все делаем нотативно. Впрочем, давайте я расскажу три истории небольших. Про Никогда же упомяну. Этого милой дядей зовут Стукман. Кстати, вот табличку из трех штук с интерфейсом. Он начал заниматься проблемами естественных интерфейсов вообще чем-то зеленым разумом. Когда не было эграничных картинковых. Жену миксу над этой проблемой тогда, когда его дедушка учил его сварки. И Стив очень хотел извинить, что там происходят вспышки. Но это невыражаемое главное сделать нельзя. И он начал. Он сильно заморачивался от проблем. И начал извиниться. Вот так он выглянулся в 1979 году. Все это не было достаточно. Да. А он пошел в целом интерфейсе. Он пошел не по пути получения информации из него. Он пошел по пути расширения возможностей человеческого зрения. То есть мы не все можем увидеть глазами. Мы не можем представить объекты. Мы не можем узнать температуру, как выливаете. Или еще такие параметры. И собственно так развивалось его устройство с какой-то вообще дикой штуки. С антономной голове и фонарем в 1980 году. И так постепенно, постепенно, в конце 90-х он уже получил устройство, которое раскрывается с продуктивными очками. Как заметили уже, эта штука похожа на Google Glass. Но она отличается тем, что Google Glass это, по сути, просто мониторщик, который сидит на глазах, с которого мы получаем какую-то информацию, которую нам ссылят из интернета. Эта вещь проецирует изображение на сетчатку. Мы смотрим сквозь нее и получаем уже дополнительную информацию за реальный мир. Давайте разберем на примере, какая штука работает. На примере сварки опять же то же самое. Чтобы свои две детали, нам нужно учесть несколько параметров. Например, длину шла, расстояние от электрода до детальки и время контакта. Если какие-то параметры выходят за допустимые рамки, система нам об этом напрямую сообщает, и все это происходит непосредственно на глазах. То есть мы для этого не прикладываем вообще никакой кси. И все это было в 19-м году. То есть это никакое вообще не будущее. Следующая история про художника, который стал играть. Его гулянт. Он очень серьезно заболел, он остался абсолютно обезвижен. То есть единственное, на чем он мог шевелить своими глазами группу индузиастов. Решил помочь ему решить его проблему, чтобы он мог общаться как-то с внешним миром и продолжать творить. И они создали за год работу. Для него такой структ, который они называли райтер. Оно распознает движение зрачков и преобразует их в линии воздействия. Вот это вот примерно так вот выглядит. То есть художник в данном случае всего лишь двигает глазами и может создавать какие-либо изображения. Это, собственно, первое, что он нарисовал после того, как он это получил в устройстве. После тех лет, которые он провел в церкви недвижимости, за возможность нормально общаться, конечно, с ним. Это он нарисовал на сниме в парковке напротив своего личного корпуса. Но со временем он, конечно, начало гораздо лучше печатать. Следующая история совсем... А, да, кстати, забыл сказать. Вот это вот устройство райтера. Его можно собрать все дома на коленке. Это все open-source и все детальки стоят 50 бат. Следующая история про программиста одного. Это, кстати, не он. Это просто кто-то трактный мужик. Который пришел наш котом. Ему дали поработать с такими вот милыми ушками, наверное, ушками. В зависимости от тех эмоций, которые испытывает человек в данный момент времени, и они поднимаются и опускаются. Какие эмоции мы сейчас испытываем? Все. У программиста была очень интересная проблема, когда он находился в состоянии потока. Ему он очень отражался, когда его отвлекали. То есть он, например, что-то очень сильно ходит, что-то исследует, а тут дается звонок телефона, приходит, там, альер какой-то. И он решил воспользоваться этим нейроинтерфейсом, чтобы сделал такой здоровенный знак «Не беспокойте меня». Это когда он выходил в состоянии потока, у него отключался телефон, включались все алерты, ну, и там расслабились какие-то сообщения. Все вот эти вот примеры, которые я делал, у нас не были достаточно синистского уровня, они достаточно всеобщие, но они, между тем, они дают нам понять, что мы можем управлять чем-то. В общем, просто, не прибегая к интону, к внешним штукам, и прямо уже сейчас. А, да, кстати, опять забыл сказать их. Он все это сделал в 26 часов. Вот это здоровье, не знаю, что это делать в 26 часов. Сейчас мы с вами как муки, которые пытаются стучаться в двухмерное стекло, хотя мы с вами живем не в двухмерном пространстве, а в трехмерном. А сейчас уровень технологий, который мы имеем дело, он уже, по сути, как фантастический фильм. Те же самые голограммы, например, они уже сейчас получили коммерческое использование. Например, в данном случае это привез Пак Шакур, который не вот, но при этом наступает на сцене. Его голограмма продолжает зарабатывать за его деньги. Если мы вот такого вот устройства, если мы добавим такой способ губной информации, трехмерной, с крестиким вот этим же самым трехмерным устройством в году, мы уже можем, по сути, лепить, как суть для каких-то моделей, уже на каких-то этапах отказываться от трехмерных паритеров, трехмерного прототипирования, то есть уже напрямую смотреть, что же происходит. То есть, например, у нас есть голограмма, и мы нажимаем пальчиком, и там появляется дырочка. И поскольку мы уже начинаем работать в трехмерном пространстве, это все у нас, ну, чуть-чуть-то как, не то, что отходим, мы смотрим немножко назад на классическую эргономику, на устранение рабочего процесса и прочие такие вещи, которые были описаны, например, в Молинг-Норманах, по чудесной книжке дизайн привычных вещей и хорошо очень формализованы у всяких крупных компаний типа Toyota, которые очень следят своим рабочим процессам. А сейчас, в данный момент, все графические интерфейсы, они стандартизированы, они не очень стандартизированы, как, например, в Apple или в старых версиях Google C, вообще они заданы в жестких дайвлендах, например, на Windows 8. И также те инструменты, к которым мы информацию вводим, они универсальны. У нас есть лучший, у нас есть палец, мы по сути занимаемся целью указаний. А та картина, которую мы наблюдаем с естественным интерфейсом, это, по сути, куча каких-то инструментов, в которых каждый из них решает свою задачу. Это каждая идеальная железка, которая признает решить что-то. И постепенно мы все-таки придем к таким же какому-то ограниченному намору инструментов, которые будут, собственно, решать наши трехмерные задачи. А в заключении, что могу сказать, графические интерфейсы никуда не тянутся, потому что нам не нужно работать в двухмерном пространстве, нужно рисовать, нужно писать, что-то считать, а эти задачи, которые мы решаем в реальном мире, в трех измерениях, те задачи мы все-таки, по моему мнению, мы будем решать уже естественным способом, используя естественный интерфейс. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы? Ярослав, у тебя уже есть книжка? Я же рад. Ну, собственно, главный такой системный вопрос. Очень интересно, познавательно, и кейсы интересные, и в России из них знал. Но больше всего, наверное, актуально спросить такую вещь. А что это значит для нас, тех, кто сидит в зале, тех, кто сейчас занимается проектированием двумерных графических интерфейсов, в первую очередь? Вот все вот эти, все это не будущее, а уже настоящее. Вот каким образом оно меняет нашу профессию? Или, может быть, другу нам нужна профессия? Вот что вы думаете? Мне кажется, основные принципы остаются те же. То есть мы, по-моему, не должны с ним взаимодействовать. Должна быть обратная связь с профессией проектировщик. Она, на мой взгляд, ну как менять? Мы, только единственное, должны быть готовы к тому, что скоро мы начнем уже заниматься чем-то как-либо. Мы должны уже помнить об этом. В чем разница у вас? А как их проектировать, эти новости? Вообще без малейшего понятия, честное слово. На этом будут работать те же самые низкие платежи, и те же самые быстрые решения, как и в той области, в которой мы сейчас с вами работаем. Там появился тот же самый акшура и тот же самый джестонмайн, но для голограммы и нипов. Насколько я помню, эта тема, когда обсуждалась в ЮССПБ, в сообществе вызвала, в общем, достаточно такой продолжительный холибор на тему инструментов, на тему того, как… Действительно, наверное, это еще вопрос пока открытый. Еще вопросы, коллеги? Вот с этой стороны, по-моему, молодой человек был первым. Ну давайте послушаем оба. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот подобное решение каким-то натуральным способом передачи, его видение на сам процесс и подобное, не приведет к тому, что через какое-то время как таковая профессия и вообще необходимому человеку, который проектирует что-то за кого-то и представляет продукт вот самый удобный вариант интервейс, так положено, да, будет таким. Оно вообще отойдет, потому что будет возможность это звено исключить. Ну, если человек работает напрямую, собственно говоря, с какой-то концепцией не может, и технология будет подойдет к тому степени, что он может ее самостоятельно изменять, трансформировать, то существует вероятность того, что необходимость какой-то промежуточной интервью, которую мы сейчас все с собой представляем, нам в большей мере она просто исчезнет. Ну, это, как бы так, субъективно менее, просто интересно, что вы скажете. А вот технология, которая работает, можно тебе же кто-то тоже проектирует? С одной стороны, ну вот я стану проектировщик такой технологии, которая будет давать возможность всем тем, кто заинтересован в производстве того или или иного интервейса, делать этот интервейс самостоятельно под освоением администрации. А сейчас мы занимаемся интервейсом? Мы занимаемся. Есть конкретный заказчик, который у нас заказывает. С каждого заказчика, он находится в своем контексте, у него своя проблема. Для этого он нас, собственно, не зовет. Правильно. Но если технологические возможности будут приближены к тому, что он сможет создать интерфейс, который его устраивает без учета какого-то промежуточного звена посредника, который тем не менее скажется. Это не совсем вопрос. Это скорее мы же сейчас говорим про будущее, да? А, да. Поэтому я и спрашиваю. Время и про будущее это эффект состояние? Да, 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 пожалуйста. Если я что-то время снимаю, я там могу дать это. Ну, в общем, понятно. Спасибо. Спасибо. Еще вопрос был с той стороны. Евгений меня зовут. Скажи, пожалуйста, пару слов про вот тот девайс, который ты достал из кармана, чуть подробнее. Что это такое? Что с помощью него можно сделать уже сегодня? Или, если есть на рынке какие-то еще такие интересные приспособы, которые позволяют сделать какой-то интересный интерактив между человеком и компьютером, которым, знаешь, скажи, пару слов про это. Это отроллер литмошен. Как ты уже говорил, он хватает на изображение, крутые, карандашки, чего угодно. И с достаточно высокой точностью дает кучу координат, с которыми мы можем как-то взаимодействовать, с которыми мы можем как-то обрабатывать. То есть тут же работают жесты. Ну, собственно, для распознавания жестов вы приспособлены. Мы очень хорошо все это иллюстрировали, когда они управляют птицами в Ингрид-20 из-за немногих легендарных самолетов. Вот так вот. Но тут у нас есть некоторое количество ограничений по формам, потому что вот непосредственно область, вот эта вот чувствительная, она представляет свой фон где-то 90 на 90. И непонятно, когда жест начинается, когда жест заканчивается. Есть такие проблемы. В качестве его бревовых инструментов есть российская разработка, по-моему, пара из Калининграда, DOO 3D называется. Ну, такая же вещь, мы сделали эту такую штуку, она из двух камер. Тут, по сути, такое же популярное зрение, как и у нас. Ну, это такая псевдо-3D штука, например, она будет распознавать, когда она будет видеть пять пальцев, когда она видит двумя сценами, датчиками, и вот так. У меня все изображение срез в одну точку. А что мы имеем из коробки? То есть, вот там есть какой-то софт, это уже адаптировано, там, я не знаю, как тут есть, там, Windows, мы можем что-то листать или... Ну, что имеем сразу, когда мы... Что имеем сразу? Там у них на дедхабе там что-то выложено, ну, какие-то такие вещи самописанные, но изначально, когда оно не пришло, не было бы ничего, будет просто визуализировать. Можно, если интересно, могу показать. То есть, это штука для разработчиков? Да, 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 она сейчас исключительно, ну, так же, как и Google Glass, то есть, она исключительно для сообщества разработчиков, и... Я думаю, да, что, наверное, будет проще посмотреть это все в холле. Дмитрий точно так же будет доступен на стезе, поэтому подходите, не стесняйтесь. Коллеги, давайте, наверное, тогда с вопросами закончим. Спасибо, Дим. Букую секунду.